Главное не упустить момент. Удачный ракурс и картинка заиграет новыми красками. Подстраиваться под текущие условия один из важнейших факторов удачной экономической политики. О гибкости в принятии решений сегодня говорили и в кулуарах Питерского международного экономического форума. Вот, например, глава винного дома Абрау Дюрсо Павел Титов на стенде Краснодарского края обсуждает детали недавней сделки. Кубанские вина успешно встраиваются в существующие реалии на международном рынке. Индия это один из крупнейших потребительских рынков мира. Больше миллиарда человек. С этим нельзя считаться. И мы, конечно, говорим о экспорте наших вин в Индию. Винный рынок сильно растет и покупает достаточно премиальные вещи. Остается только нам опять же войти в это течение и донести, что вина Кубани – это то, что они хотят. Абрау Дюрсо уже сделал первую поставку в Индию. В масштабах России на Кубани производится почти половина всего вина страны. В регионе 26,5 тысяч гектаров виноградников. О том, как вывести единый бренд отечественного напитка на международный рынок, говорили на стратегической сессии. На стенде Краснодарского края собрались ведущие эксперты и владельцы предприятий. Но как бы частный бизнес не старался, одного желания в этой отрасли без государственной поддержки мало. Только в текущем году на Кубани в развитие виноделия направили более 800 миллионов рублей. Не может быть виноделия без виноградов. Как может быть, когда количество декалитров вина растет, а количества виноградников нет? Конкурентные преимущества, я считаю, они должны быть у наших российских виноделов, которые сегодня максимально вкладываются в виноградарство. Они сегодня даже где-то создают питомники. Это сегодня у нас уже в крае появилось. А кто-то берет просто и разливает неравные условия. Собьет абсолютно неравные. Я хотел бы дальше пойти. Я считаю, что должен быть сертификат у каждого виноградника. Сертификат, который нам позволяет четко понимать, сколько можно виноматериала собрать с конкретной площади виноградника. И в дальнейшем уже просчитать, сколько можно сделать тому или иному предприятию, которое обладает виноградником. Сколько можно произвести вина из этого виноматериала. И тогда мы по-настоящему сделаем учет настоящего российского вина. Законная инициатива оформлена. Этот проект закона, пока он еще, конечно, формируется, если не так по-честному. Но я думаю, что вот с этой инициативой мы выйдем и к правительству, конечно, и к депутатам Государственной Думы. В качестве убедительного аргумента в поддержку отечественных виноделов сразу после сессии прошла дегустация кубанского вина. Форум этого года проходит под девизом «Формируя повестку устойчивого развития». А оно невозможно без инвестиций в человеческий капитал. Губернатор Краснодарского края подписал трехстороннее соглашение с Агентством стратегических инициатив и Союзом молодые профессионалы. Документ подразумевает подготовку кадров с учетом тех компетенций, которые необходимы для региона в данный момент. Внедрить систему сетевого образования и, безусловно, практикоориентированный подход. Когда 70% в подготовке кадров – это как раз практические действия. И только 30% – это уже теория. Поэтому надеемся, что вот эта система действительно обеспечит и промышленное развитие региона, и социальные сферы, и сферы образования, даст новый импульс. Очень приятно, что мы не останавливаемся только исключительно на историях прошлого. Мы движемся вперед. В соглашении предусмотрено не только развитие тех компетенций, которые есть сейчас, но и компетенции будущего, как начиная от детей с самого раннего возраста, так заканчивая всеми категориями граждан, вплоть до пенсионеров. Важно, чтобы сегодня специалист любой профессии, которая сегодня выходит в рынок труда, мог обладать компетенциями, соответствующими требованиям работодателя. А требования работодателя сегодня достаточно высокие, потому что работодатель, в первую очередь, это бизнес, который в основе своего тоже труда ставит получение прибыли. Сегодня должен быть специалист рабочей профессии, мыслящий и умеющий принимать решения даже в условиях полной неопределенности. Вот сегодня это основная задача подготовить именно таких специалистов для экономики нашего региона. Экономика, конечно, зависит от многих факторов, но один из самых чувствительных – состояние инфраструктуры. На встрече с генеральным директором Россетей Павлом Левинским Вениамин Кондратьев затронул очень больную для Краснодарского края тему. Энергодефицит тормозит в регионе порядка 20% инвестиционных проектов. Нужна модернизация подстанции и прозрачное регулирование тарифов на электричество. Если мы сделаем стратегию по годам, главное, чтобы мы на самом деле все, что мы в стратегию заложим, максимально реализовали, тогда мы сможем моделировать экономику, исходя из этой стратегии, и реально называть инвестором возможности их энергоподключения, потому что, естественно, всех интересуют не просто обещания, конкретные сроки. Абсолютно, конечно. И вот сегодня нам очень важно, чтобы мы могли конкретные сроки инвесторам говорить. Вот ради этого мы сегодня не встречаемся, чтобы максимально в рамках уже стратегии, либо пленного плана, расширить проблему, целым энергодефицитом. Это сегодня необходимо для того, чтобы мы максимально достигли этих новых результатов. И экономического роста, и роста уровня жизни населения. Безусловно, мы на отдельный контроль берем вот эти вопросы по перечню 50 подстанций, которые требуют модернизации. В рамках стратегии энергобезопасности согласовано, как один из пунктов, долгосрочные тарифные соглашения. Вот в рамках него мы можем провести комплексную работу раз на 10 лет договориться по правилам взаимодействия, по правилам инвестирования, по сбить все это дело по физическим объемам, по срокам строительства объектов, модернизации, нового, чтобы вот как раз инвестиционный потенциал Кубани не сдерживался отсутствием мощностей. Впрочем, говорили в первый официальный день форума не только о том, как решить проблемы существующие, но и о том, как создать новые перспективные площадки для развития. Здесь карты в руки, конечно, IT-технология. Одна из ведущих в этом секторе российских компаний Яндекс готова персонально взяться за Краснодарский край и разработать сервис по продвижению туристического потенциала Южного региона. Сегодня было подписано соглашение, которое стремительно приближает цифровое будущее. Многие мировые здравницы, они настолько умеют себя позиционировать посредством любых приложений в сети, что у нас, конечно, вызывает зависть. Здоровую зависть, потому что у нас курорты не хуже. Курорты не хуже, а это и лучше. Но вот так подать их, подать среди, особенно, молодежи, которая очень максимально активна. Яндекс.Курорты – это такое приложение, которое, во-первых, позволит пользователю получать всю информацию о курортах Краснодарского края, забронировать отель, билеты, в том числе купить билеты даже в кино либо театр. Содержание именно таково. То есть комфортное пребывание, особенно молодежи, которая не расстается своим айфоном. Абсолютно. И вот раз они не расстаются, хотя бы пусть он для них будет полезным. Посмотреть красоты побережья Краснодарского края. У нас есть для вас предложение практически готово. У нас сейчас есть сервис Яндекс.Путешествия, который мы недавно начали очень активно развивать. И этот сервис как раз про то, что человек захотел поехать куда-то, не обязательно на курорт, но и на курорт тоже. И ему забронировали все автоматически, связались с отелями. Вот это как раз получается очень хорошая вещь. В общем, я думаю, что вот в этом месте мы прям сможем сделать хороший сервис. Было бы неверно воспринимать Петербургский международный форум исключительно как экономическую площадку. Здесь предлагают экологические инициативы, помогают здравоохранению, развивают образование. И делается это все с прицелом на регионы страны. Краснодарский край в город на Неве привез 58 инвестиционных проектов на суммы более 300 миллиардов рублей. В конечном итоге главная цель – сделать жизнь на Кубани лучше. Александр Иванченко, Яна Брузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Санкт-Петербург.